Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 1 июня, и я вот пришла сейчас высадить монгольский карлик. Вот здесь у нас такой закуток, тоже между теплицей, вы видите, тут у меня теплица, тут у меня вот эта вот насыпная, где грядка ленивка. У нас, я говорила, что такой участок, что ландшафт неровный, тут всякие закоулки, то ниже, то выше, ну такой достался нам участок. И вот почему я нынче хочу высадить его на вот такую ткань. В прошлом году я, возможно, вам показывала, кто-то видел, тут же были монгольские карлики на земле. И вот лежа на земле, они не гнили, они ничего, но их сильно погрызли слизни. И вот нынче, чтобы как-то уберечь мои томаты от слизни, я решила здесь постелить сначала, а потом уже высадить карликов. И в этом году я более ученая, я посеяла карлик немного пораньше, потому что в прошлом году, посеяв его в середине марта вместе со всеми, в традиционные для нашего сибирского региона сроки, я получила при высадке маленьких таких монгольских карликов, ну вот натуральных карликов. И я была уверена, что они и должны быть такие маленькие. Но так как они у меня все не вызрели вовремя, половину мне пришлось зелеными снимать, я начала жаловаться, что вот он не вызрел все. И мне люди, которые выращивают его много лет, сказали, что он, есть выражение такое, тугодумый. Он долго собирается, и его нужно высевать немножко пораньше. И вот даже нынче, посеяв его немножко пораньше, я увидела, что он отличается от другой рассады. Он меньше. Я вот снимала, что монгольский карлик выглядит как карлик. По сравнению с другими он был такой маленький, такой вот такой, как... Ну, не хочется говорить слово такой, скажу культурно, замученный, такой маленький карлик. И я думала, что он так и будет, таким маленьким, я буду высаживать его крошечным, как в прошлом году, но все-таки сроки посева дают о себе знать. И вот к высадке в открытый грунт, это же томат все-таки для открытого грунта, и то, что я в теплице несколько штук высадила, это просто исключение, эксперимент. Основные-то у меня вот сидят, ждут, когда в открытый грунт их можно высадить. И вот дождавшись вот этого срока, когда можно высадить их в открытый грунт, я увидела, что они не такие уж и карлики. Вот вы видите, я сейчас вам показывала, я вытащила вот этот сеянец, он такой себе, ну, нормальный, здоровенький. Конечно, я уже их передержала, потому что рекомендуется же не цветущую рассаду, а только с выдвинувшимся бутоном высаживать. Но так как у нас было холодно, я думаю, я ничего не потеряла, что вот две кисти уже зацвело, вот раз цветущая кисть, два цветущая кисть, а третья уже вот она выдвинулась. Зато хотя бы за счет этого раннего посева я, наверное, нынче получу больше спелых монгольских карликов, потому что это растение уже намного сильнее, чем в прошлом году было. Смотрите, какая у него корневая система, и тем более он в стакане, я его сейчас без повреждения пересажу, он не будет болеть и сразу пойдет в рост. Так что монгольские карлики, скорее всего, могут быть и большими, не такие уж они карлики. Но вот это вот он вырос, все, что он мог, сколько он мог, он вырос. Дальше он начнет клониться к земле. Потому что для тех, кто не знает, монгольский карлик это стелющийся, то есть грунтовой томат. Он вырастает 20 сантиметров и пошел расползаться в разные стороны. И вот эта вот маленькая такая вот полоска земли, которая метр, метр тридцать в ширину, для них идеальна. Я как раз по одному штуке вот так вот их посажу, штук пять. И вот одним из недостатков монгольского карлика я же называла, что ему нужно много места. Каждому вот такому карлику, несмотря на то, что он карлик, требуется один квадратный метр земли, не менее одного квадратного метра, а если больше, то еще лучше. И вот тут как раз я создала для них такие условия, что им вот прям для них, вот для этих карликов больше здесь ничего не посадишь. И вот хотела вам показать последний раз вот этих монгольских карликов, которые в рассаде, которые уже цветут, уже в фазе в такой, что по две, по три кисти у них. Сейчас я их буду высаживать. И по многочисленным просьбам все просили все-таки наблюдать за карликом и показывать зрителям карлика этого, потому что это сорт довольно-таки новый. В магазинах он у нас еще встречается редко. Чтобы его купить, надо в интернет-магазине делать заказ. И для того, чтобы перед тем, как его покупать, многие хотят посмотреть, узнать поточнее, подойдет он им или нет. Вот я в прошлом году выращивала, мне он подходит, у меня очень хорошо он был обильно плодоносил. Единственная проблема была вот поздний посев, что не все они поспели. Но они хорошо лежат осенью, они дозревают, они не гниют, не портятся во вкусе. Все у него хорошо у карлика. Вот посмотрим, нынче попробовала, посадила в теплице, сейчас в открытом грунте посажу. Некоторые говорят, что в теплице он плохо себя ведет, но мы за ним понаблюдаем нынче. Все, с вами была Ольга Чернова. Это мои монгольские карлики, которые уже далеко не карлики.